Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Вопрос касается того, что автор, мужчина, будучи скромным, невозмутимым и немногословным по его словам, испытывает симпатию к скромной, очевидно, застенчивой, вероятно, тоже немногословной, но я сомневаюсь в том, насколько невозмутимой девушке. И автор спрашивает, значит, что делать, как разглядеть сквозь ее скромность и застенчивую симпатию к нему, и, соответственно, получше присмотреться или звать гулять, спрашивает автор. В первую очередь я хочу сказать, что ваши отношения при том, как они сейчас развиваются, могут либо не развиться вовсе, либо, если появится мужчина более активный и более темпераментный, чем вы, легко переключит внимание девушки на себя, а вы будете, в общем-то, объяснять себе это тем, что, ну, вот, если она переключила на него внимание, значит, никогда я ей не нравился, и, значит, она мне не нужна. Либо, если мужчины не появится никакого, то ваши отношения будут состоять из недомолвок, недоговоренностей, надуманностей, что будет приводить к обидам, к каким-то ожиданиям, к чувствам вины и злости, соответственно, и, в итоге, ваши отношения, даже если они растут во что-то больше, ну, вероятно, будут состоять из вот таких не очень хороших историй, подводных камней и прочего. Вот. Поэтому, если вы скромный весьма человек и не многословный, то вам нужно в первую очередь решить для себя, что вы хотите и будете с этим делать. Хотите это менять? Можно это изменить. Будете более раскрепощенным. Сможете быть более собой. Девушке, может быть, поможете. Потому что скромность это история, вот, как бы сказать, позитивная история. Скромность это когда человек управляет ею. Когда он может быть скромным там, где нужно для его целей. Когда он может быть немногословным там, где это нужно для его целей. Но когда человек застенчивый и скромный всегда, это и приводит, во-первых, к подавлению своей активности и своих чувств. К подавлению своей ценности, что толкает вас на то, чтобы увидеть сквозь что-то там, симпатию кого-то там. Никогда к себе симпатию вы не разглядите. Любые действия любого человека можно интерпретировать как угодно. И полагаться на эту историю вообще нельзя. Вы можете полагаться только на себя. А на себя вы полагаться не можете, потому что вы называете себя темным в психологии. Дело не в темноте, в психологии. А дело в том, что вы себя не слышите. Вы спрашиваете нас, что вам делать? Присмотреться или звать гулять? Ну, давайте подумаем. Чего вам хочется? Хочется дальше присматриваться? Пожалуйста. Хочется позвать гулять? Пожалуйста. Но нужно ответить сначала на вопрос. Моя симпатия, моя симпатия, моя симпатия к девушке, она какая? Она вообще на что нацелена? Девушка, вам нравится чем? Что вам в ней нравится? Вот. Конкретно. Если только внешне, ну, только вот ее внешность, вам нравится фигура, может быть, что-то еще. Но это одно. Не факт, что вам будет о чем-то поговорить. Да, вы можете выстроить отношения на этом. Но какие они будут? Большой вопрос. Если вам нравится что-то другое, хорошо. Опять же, хорошо. Но чувствуете ли вы это? Чувствуете ли вы свое желание быть к этому ближе? Чувствуете ли вы желание что-то делать для человека? Ну, как-то, не знаю, заботиться там, знаки внимания оказывать или что-то еще. Понимаете? Пока непонятно, лично для меня, что представляет из себя ваша симпатия к человеку вообще. А когда вы говорите, что она благосклонна ко мне, ну, не иначе, как то, что вы себя позиционируете ниже, чем она, не скажешь. Но когда человек позиционирует себя ниже, а другого возвеличивает, со временем происходит наоборот. Человек начинает себя возвеличивать, а другого принижать. Происходит это по мере того, как происходит разочарование в человеке. Рано или поздно любой человек разочаровывает. Вот, это нормально. И если человек себя принижал ранее, он начнет себя возвеличивать. Еще добавится слость этого зачарования, обида, что вот, я ради этого человека все это делал, а она оказывается вот такая, но теперь-то я уже как бы к ней буду относиться иначе. Вы можете сказать, что я все это надумываю. Вы можете сказать, что я психологизирую. Может быть. Только я говорю лишь о возможных вариантах негативных того, как бы, как сейчас обстоят дела. И на мой взгляд, на мой взгляд, вам, конечно, нужно прислушаться к себе и поступить так, как хочется вам. Но на мой взгляд, вы не делаете того, что делаете, то есть вы не делаете активных шагов к девушке. Из-за того, что вы не уверены в себе. Скромность – это не неуверенность в себе. Скромность – это сознательное преуменьшение себя ради конкретных целей. Застенчивость девушки предполагает недоговоренность, неопределенность, непримаду с ее стороны по отношению к вам. Вы готовы на это? Вы хотите такого, когда человек прямо ничего не говорит? Когда вы, скорее всего, не будете знать, если она обиделась, то за что? Если она не хочет с вами общаться или молчит, из-за чего? Она вам этого не скажет, она застенчивая. Вам будет вдвойне тяжело, если и вы будете таким. Потому что выдержать это можно, если человек опирается на себя. Вы на себя не опираетесь, вы своей скромностью объясняете нерешительность. Понимаете? Вы, по сути, в своем сообщении сводите к одному и скромность вашу, и темноту в психологии. Понимаете? Это никак не одно и то же. Вам, по большому счету, не нужны знания в психологии для того, чтобы знать, как себя вести. Психология не для этого. Психология не дает человеку инструкции к достижению успеха. Психология занимается совсем другим. Установление контакта с собой, научение человека быть собой, и научение человека быть свободным. Понимаете? Таким, какой он есть. Вы можете сказать, Андрей, ну хорошо. Я вот такой. Я чувствую себя самим собой, когда я скромный, немногословный и невозмутимый. Хорошо, если так. В таком случае абсолютно нормально для вас ситуация, в которой вы описываете, что вы темный в психологии, потому что а как по-другому получить опыт? Абсолютно нормальная для вас ситуация, когда вы ну не знаете, как себя вести. То есть вот что лучше сделать, да? Присмотреться к человеку или позвать гулять. Ну вот. Это нормально. Абсолютно нормально в таком случае упустить человека. Ну, потому что кто-то другой появится или ей надоест. Вот. А еще абсолютно нормально пытаться разглядеть за застенчивостью и скромностью симпатию к человеку. только вот эта нормальность приводит к тому, что вы смотрите уже не на себя, не на то, как вам хочется вести себя по отношению к человеку и что делать для него, а вы смотрите на то, как он к вам относится, что неминуемо приводит вас к зависимости. Так чего же вы хотите тогда? Что вы считаете нормальным, а что нет? может быть прежде чем проявлять по себя по отношению к девушке и начинать выстраивать отношения, может быть сначала к себе разобраться немного, может быть сначала себя поисследовать, может быть сначала увидеть, что вам ценно, что вам важно, какой вы мужчина, например, да? и тогда вы спрашиваете нас о том, как разглядеть симпатию сквозь застенчивость и скромность. На самом деле очень легко. Человек видит то, что он хочет, как правило. Но вот если вы хотите увидеть симпатию, вы увидите. А не хотите увидеть, не увидите. Все что угодно можно увидеть в другом человеке, если не смотреть на себя. Все что угодно можно увидеть в отношении другого человека к вам, если не смотреть на себя. Это ведь от тревожности вы пытаетесь что-то увидеть. Вы не уверены в себе, вам нужно подтверждение, но, извините, подтверждения никогда не будет. Не только потому, что это женщина, а потому что, в принципе, люди часто не знают, почему они делают то или иное. Они не могут объяснить, они не задумываются. Так называемые темные психологии люди, если это люди, которым хорошо, они делают то, что им хочется, и все. Они не углубляются в эти истории, что там мной двигало и так далее. Нет, этого всего нет. Вы спрашиваете нас, что делать, погулять или позвать, или присмотреться к ней. Разве не вам это решат? Разве не вы сейчас пытаетесь переложить ответственность на нас за принятие решений? Это такая цена скромности, немногословности, невозмутимости вашей. Насколько это адекватная цена? Поэтому, я думаю, что нужно начинать называть вещи своими именами, во-первых. Во-вторых, нужно разбираться в себе, вам, и устанавливать контакт с собой. В-третьих, брать ответственность за это. В-четвертых, работать со страхами, если они у вас есть. И я думаю, что ответы на ваши вопросы появятся сами собой. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. В заключении я бы хотел сказать только одну вещь. Почему именно девочка-коллега? Если у вас нет общения такого, то девочку-коллегу вы начнете выделять. И выделяя ее, вы не сможете с ней быть самим собой. Служебные романы не случайно называются не самыми желательными. Потому что, ну вот, поссоритесь вы с ней, или не получится у вас что-то, а вам вместе работать. Как вы будете работать? Знаете? Поэтому у меня есть вопрос. Не является ли эта девушка для вас единственной сейчас? С кем вы вообще как-то взаимодействуете? Выбор ли этой девушки с вашей стороны? Если выбор, то этот выбор, на мой взгляд, должен быть обоснован. Всего вам хорошего. Удачи. Обращайтесь. Удачи. 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 Удачи.